Значит, смотрите, на сегодняшний день уже под вопросом выделения нам этих денег. Моя позиция такая, я уже ее повторил. Значит, на сегодняшний день, к большому сожалению, этот вопрос по работе с ТЭБО, ну, трехлопотовыми отходами, сегодня затронул только два микрорайона. Это Целивный и Северный, да, люди, которые живут возле действующей свалки, которая по закону 1 января 2018 года, то есть в конце 2017 года, уже фактически должна быть закрыта или утерярена. Они, безусловно, хотят этой рекультивации ускорить, требуют от меня этот процесс, ну, и, соответственно, привести в соответствие эту работу. И вы знаете, что было принято решение, единственное возможное место по строительству этой перегрузочной станции, это Новосопольская площадка, и детальный план сегодня начал разрабатываться, и по закону мы должны его, в принципе, и сами разработать, и выделить земельный участок под это строительство. Безусловно, при проведении общественных слушаний жителями. У меня есть письмо с подписью жителей микрорайонных химик, которые против того, чтобы на Новосопольской площадке был установлен данный комплекс. Значит, и вот мы имеем на сегодняшний день. Из громады, условно говоря, 120 тысяч жителей, да, 5 тысяч проживают на химике, 5 тысяч на Северном, одни за, другие против, сегодня это волнует эти два района, а завтра, когда, к примеру, мы не получим финансирование, у нас будет рекультивирован по закону этот закрытый полигон, и нам придется вывозить мусор на Краматорский полигон, безусловно, все это ляжет на тариф. И как мы видим, что увеличение тарифа, к чему приводит увеличение тарифа? К возникновению свалок, то есть то, что население, которое не в состоянии платить за мусор, ну, мусор никуда же не девается, его не сжигают, его выграсывают. Выграсывают, как правило, его в посадки, в заброшенные дома, и мы сразу увидим увеличение количества вот этих стихийных свалок. То есть вот тогда станет проблема, это для всех остальных 90% жителей города, соответственно, для тех 100 тысяч жителей нашего города, которые через год, возможно, предъявят непритензии. Владимир Михайлович, по всей видимости, вы недостаточно провели работу разъяснительную с жителями района Химик, где-то депутаты смолодушничают, потому что вы видели на сессиях, некоторые тоже говорят, да, давайте не спешить, давайте посмотрим, но не предлагают, поддерживают жителей, что действительно так негласно, не предлагают никаких вариантов отельнотельных. То есть я считаю, это принято конструктивное решение. Либо мы действительно отказываемся и все вывозим, то есть находим дополнительные средства на покупку дополнительной техники, потому что сразу понимаем, да, если полигон у нас в территории города, то машина сможет проехать, собрать, допустим, 20 точек, и когда она сегодня, если вывоз из завтрашнего дня начнется в Краматорск, то собрав эти 20 точек, 3 часа мы как минимум 4 потратим на то, чтобы отвезти в Краматорск, отстоять там очередь, вернуться, то есть, соответственно, помимо того, что меньше работы один транспорт на единицу сможет сделать, количество работающих нужно увеличивать, зарплату, то есть пойдет на нагрузку, на зарплату, на покупку новой техники, нам и так предстоит у нас проблема здесь с баками, у нас не хватает порядка 300 баков, да, опять-таки покупка этих баков, это уже довольно-таки серьезные деньги, это тоже ляжет в тариф, даже само появление без вот этой его пригрузочной станции. То есть мы должны четко понять, участвуем мы в областном правилах или нет. Для этого я еще раз говорю, что я уже обращался к жителям города о том, чтобы вовлечься в этот процесс, в обсуждение, чтобы это действительно было коллективное решение, потому что понимание у меня есть, я знаю, что это нужно делать. Вопрос другое, что действительно этот проект должен быть экологически безопасным. Я вижу, что это крытый ангар, вот из тех проектов, которые я вижу, это не открытая площадь и территория, все происходит внутри. То есть, безусловно, я не идеализирую эту ситуацию, что какие-то запахи можно предположить, что они будут, но безусловно, не в тех объемах и не в том виде, как это все происходит сегодня на свалке. Речь не идет о создании этой свалки. Поэтому, я думаю, я, безусловно, встречусь еще с жителями Акхимика, думаю, что со специалистами, которые, в принципе, будут работать над этим проектом, ну и еще на эту тему пообщаемся. На сегодняшний день вроде как финансирование отложено, но точка еще не построена по одной причине, потому что я считаю, что решать проблему нужно. В принципе, я обращался к данной организации, это департамент областной, чтобы они побольше тоже рассказали и через средства вашей информации наши городские, поучаствовали и в круглых страхах, что они очень-то и делают, где-то вышли на телевидение, более подробно рассказали об этом проекте. Ну и мы все-таки, когда подписывая документы, все-таки понимаем, что там должны быть истоки канализационные, все ли это будет сделано. То есть, эту работу надо контролировать. Я житель этого города и, безусловно, не хочу, чтобы, идя по городу, слышать свой адрес, не совсем приятные высказывания, если там что-то пойдет не так, да, не так, как на картинке, как обычно, не так, как по технологии и так далее. Поэтому, я думаю, что над этим проектом мы еще работать будем, обсуждать его и более детально изучать. И влиять на него тоже, не оставлять его так, что эта проблема не наша, проблема наша. Тем более, мы понимаем, что в процессе централизации этот полигон будет также использоваться не только жителями нашей громады, а по всей видимости Николаевки и ближайшим поселкам.